Здравствуйте! Мы сегодня вам расскажем, как обычные вещи могут быть использованы в качестве строительных материалов. Обычные, но не как стройматериалы, а не обычные. Вот, например, резина. Вещь явно недолговечная. Чтобы быть стройматериалом, стройматериалы делают почти вечные произведения архитектурного искусства. Резина. Владимир Владимирович, это вот у вас в качестве строительного материала используется резина. Но ведь резина, она, простите, не стойка к действию ультрафиолетового излучения солнечного. Она же будет разлагаться. Ну, это особенная резина. Она не боится ни ультрафиолета, ни озона, ни кислот, ни щелочей, температуры, морозов. А почему она такая резина особенная? Ну, мы привыкли с вами, что есть стали обыкновенного качества, а есть стали нержавеющие. Вот это такая же нержавейка, только среди каучиков. А смысл, основа этой резины – этилен-пропилен-диеновый каучик, который не содержит двойных связей. А, то есть двойных углеродных и углеродных химических связей, да? Да. По которым идет всякий разрушитель. Одинарную связь разрушить на порядок труднее, чем двойную. И атмосферных воздействий, энергии атмосферных воздействий не хватает для того, чтобы разрушить этот материал. Материал становится практически инертным. То есть через 20 лет этот материал соответствует ГОСТу для новых полимерных кровельных материалов. Здорово. А вот по сравнению, скажем, с обычным рубероидом, это же, наверное, гораздо дороже будет, нет? Нет, сегодня уже битумные материалы по цене становятся дороже, чем наш материал. Да что вы говорите, бумага из вторсырья и еще какой-то битум и дороже резины? Да тем более еще по СНИПу положено два слоя. То есть первый слой стоит, допустим, 200 рублей, а и надо еще 100 рублей для того, чтобы обеспечить торопись. Битумный материал стоит комплект 300 рублей, наш за 200, который на порядок долговечнее, на порядок легче трудоемкость устройства, кровель и гидроизоляция. Тут какое-то экономическое чудо. Почему резина-то дешевле битума? Разное сырье. Дело в том, что здесь разное сырье для производства. Битум – это кубовые остатки нефтеперегонки. А у нас источником первичным является ШФЛУ – широкая фракция легких углеводородов. Это тот попутный газ, который мы все видим, который сгорает на приисках. То есть вы используете, в общем, практически отходы, да? Ну, вспоминайте Менделеева, когда он говорил, что это облигациями, да? А, ассигнациями. Ассигнациями, да. Так вот, из попутного газа вырабатывается этилен и пропилен, а потом из этилена и пропилена получается этилен-пропиленовый каучик с такими уникальными свойствами. Скажите, а вот кроме использования, как кровельный материал, вот гидроизоляция, его можно использовать? Да, пожалуйста. Вот перед вами стендик, который показывает, как это можно использовать. Если уложить заранее склеенный ковер по форме стены в опалубку и залить сырым бетоном, то при снятии опалубки мы получаем автоматически вот такого качества гидроизоляцию. Это вообще вечная гидроизоляция, фактически? Фактически, да. И если в грунте бетом является пищей для микроорганизмов, в поверхном слое они просто съедят всю нашу гидроизоляцию. Этот материал не подвержен биологическому разложению, и его даже термиты не едят. Здорово. То есть его еще в гидроизоляционных всяких сооружениях. Так, ну только вы сказали, склеенный. Как клеить-то его? Резину клеить, это, по-моему, было такое занятие скучное, когда камеры прорывались. Все гораздо проще. С помощью вот такой ленточки. Это ленточка сырая резина, и работает она как двухсторонний скотч. Нанесли на край одного рулона, внахлест положили второй, и прикатали тяжелым роликом. Ага, это как сейчас заклеивают почтовые конверты? Совершенно верно. Там тоже лежит слой, клей его прикатал, и все, конверт заклеивали. Часто говорят так, деталь отлитая из резины. Хотя мы знаем со школы, что резина не плавится, ее отливать нельзя. Резина – это ведь вулканизированный каучук. Берется такая липкая тягучая масса, в нее добавляется вулканизатор. Сера, например, нагревается, и происходит вулканизация. Как же отливают от резины детали? Филипп Сергеевич, это у вас машина делает изделие из резины, да? Да, в данном случае машина льет резину, льет форму, литьевая машина для литья резины под давлением. Вот вы мне объясните простому человеку. Я в школе проходил, что резину получают следующим образом. Заберут каучук, натуральный или синтетический, смешивают его, например, с серой или там другие свечи, киурам, например, нагревают. И в это время происходит сшивка, вулканизация называется. И уж эта резина, она не должна хечь-то. В данном случае резина получает свои свойства. Это получает сырая резина. Чтобы резина завулканизировалась, ее нужно нагреть. И как раз в машину подается сырая резина, которая уже смешана с добавками. Каучук, смешанный с добавками, подается в машину, в пресс-форму. И в пресс-форме происходит нагрев. Ну вот она, эта резинка, она сырая резинка. Она, в общем-то, ну, не сказать, что твердая, но такая вот, как колбаса, даже потверже. Она пластифицируется, нагревается до 60-70 градусов, чтобы легче было ее впрыснуть в пресс-форму. Прыснуть? Прыснуть. Ну, работает шнек. За счет давления шнека, она подается под давлением в пресс-форму. Затем пресс-форма нагревается, и происходит вулканизация резины. Честно говоря, вы мне открыли вот необыкновенные вещи для меня. Волшебный мир резинотехнических изделий. Это сказка проста. Кстати, для нагрева резины перед вулканизацией используют нагреватели. Ничего не будет. Дмитрий Анатольевич, это у вас такие вот стоят нагревательные элементы, наверное, да? Что-то похожее вот в чайниках, в самоварах раньше было, да? Если назвать какой-нибудь промышленный бойлер большим самоваром, то да. Ага. Можно сказать, что это нагреватель для большого промышленного самовара в виде бойлера. А если говорить серьезно, то такие нагреватели используются в промышленности, в системах газа и водонагрева. Когда огромные проточные системы, проходящие через какие-то сосуды, и требуется особенно мощный подогрев, используются такие нагреватели, они называются фланцевые, потому что для монтажа на оборудование применяется специальная фланца, которая выдерживает определенный уровень давления. Это вот нам все видно, а внутри, внутри, это, так сказать, трубочки, что за структура там? Ну, внутри трубочки все очень просто, обычный тент, трубчатый электронагреватель, то есть там спираль, которая засыпается изоляционным теплопроводящим материалом, типа что-то перекладываем. А что же это за изоляционный материал-то? Ну, перекласс. Перекласс есть такое название. Перекласс, да. Это из чего? Это какая-то керамика, да? Ну, это да, это фактически мелкодиспертная керамика, совершенно верно. Это классический материал при производстве. А вот когда он, не дай бог, выходит из строя, может быть такое, что закоротит на вот эту металлическую трубку, которая снаружи? Ну, для этого все промышленное оборудование просто заземляется. А, оно должно быть заземлено. В случае такого, скажем так, неодинарного. А вот там такая вот лампочка есть у вас, очень она мне... Ну, как лампочка, но, наверное, не лампочка, это точно. Тоже, наверное, нагревательный элемент, да? Это нагревательный прибор. В большинстве своем, особенно в Европе, в США, их используют для подогрева различных живых существ. Курочек, коровок, козочек, да. Они подвешиваются на специальные, как обычно, светильнички, опускаются над животным и обогревают не всю большую ферму, чтобы снизить расход электроэнергии, а подогревают именно конкретно, непосредственно животное, которое мерзнет. Особенно вот у нас сейчас очень холодно, было бы очень кстати. И можно, наверное, и дома такими обогревать, нет? Да, в террариумах активных используют тоже. Ухов всяких. Лягко, да. Хомячки какие-нибудь, чтобы они не мерзли в таких условиях. Вот это вот такая вот, как на манжеты с чего-то, как из резины похожа. Что это такое? Тоже нагревательный элемент для каких-нибудь трубопроводов? Совершенно верно. Это, как мы их называем, силиконовые нагревательные элементы. Силиконовый очень просто, потому что основу этого элемента составляет нехромовая проволока, которая заливается специальным термостойким силиконом. Такие нагреватели используются активно для подогрева различных емкостей, которые, они не боятся заливки водой, полимерами, маслом, то есть они герметичны. Поэтому могут работать в самых жестких условиях и удовлетворять широкое гамметриевание. Для различных трубопроводов, каких-то... Вот так, наверное, можно зимой отогревать бак с соляркой, да? Совершенно верно. Бак с летней соляркой отогревать зимой. С парафином, с маслом, с которым их активно используют, например, что-то привозят в бочках, надо перелить или просто насос ставить, оно все в виде парафина, такого, условно говоря. Одевают секциями. Здесь есть встроенный термостат, который регулируется. Можно комфортную температуру для данной среды выставить, и оно будет замечательно все нагревать. Здорово. А разные полимеры тоже с помощью таких вещей подогревают? Ну, обычно для подогрева полимеров используют другие нагревательные элементы для расплавления, скажем так, гранул и так далее. Так как обычный термопласт-автомат и экструдер, это, грубо говоря, большая мясорубка, просто корпус, который шнек входит, он подогревается. Для этого используют обычно вот такого рода элементы, как я показываю наверху в виде хомутиков или плоские нагреватели. Здорово. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Да, чуть не забыл. Вот раньше, помню, были такие электрогрелки. Кампы что было? Вот тоже такой тип силиконового нагревателя? Примерно то же самое. Вот такого рода нагреватели в Европе активно используют на тех же фермах, бассейнах. Допустим, поилки для животных, чтобы в холодных условиях не мерзли. Такие аккуратненькие коврики со шнуриком. На него ставится поилка, и она не замерзает. Ну, как бы, мы пока до этого еще только доходим, но я надеюсь, когда-нибудь дойдем. Владимир Анатольевич, вот вы из таких вот мрачноватых серых вещей, как пруток квадратного сечения, труба, вы делаете какие-то вот чудеса почти как в кузнице-кузнецы, да? Ну, мы, конечно, делаем подобие. Конечно, труб кузнеца оспорить очень сложно, потому что там эксклюзив делается. Мы помогаем кузнецу, чтобы он зарабатывал деньги. Так обычно, то есть кузнец делает очень долго, трудоемкие работа у него, работа с металлом, она очень трудоемкая. Мы облегчаем ее работу и расширяем возможность его, чтобы заработать деньги, выжить. Вот, тем не менее, плюсом еще, что, когда делается очень много, да, позволительно это сделать на этих наших станках, им маленько украшаем наш серый быт. Вы помните, в советские времена, да, какие были решетки, да? Они из чего? Солнышко называли. Солнышко называли, да, либо там в клеточку, да. Из арматуры такой. Да, из арматуры наваренной. Сейчас все-таки, если посмотреть все-таки на окружающих, да, не говорят, что мы там берем особняки какие-то, да, а обычно дома, допустим, там многоэтажные, и идет, допустим, по фасаду, там, по первому этажу решеточка. Они красивые все-таки, смотреть приятно глазу. Вот так, красиво. И все это вот с помощью такого оборудования делается? Да, это оборудование позволяет делать элементы, как бы сказать, для художественной ковки, можно сказать. И следы, дальше уже работа сварного, зачистка, покраска, там. Ну, вот как вот изгибается, вот так вот фигурно, тут сразу понятно, и вот эта форма здесь есть, да, пресса или как это называется? Это, да, это горизонтальный пресс. А как вот делается такая труба, как будто витая, как это делается? Эта труба делается элементарно просто, тоже техническое наше решение инженерное, сделано, некоторые там, как бы сказать, решения наши сделаны. Берется обычная цилиндровская труба, причем труба от 10 диаметра, 10 миллиметров до 159 миллиметров в диаметре. Это колонна можно делать? Да, конечно, да, толщина стенки до 5 миллиметров, толщина стенки до 5 миллиметров, вот, разный еще, плюс угол наклона, то есть от 30 градусов до 60 градусов, получается разный шаг, наклон, так сказать. То есть это очень красиво смотрится не только, допустим, на какие-то там подпорные, допустим, вещи, но и... Перилы там, балясины. Да, балясины делаются, перилы там, кровати там, стойки, ножки. Железная кровать, ну да, балясины. Осветительные какие-то приборы, там, фонари, то есть очень красиво смотрится. Кажется, дерево, да, не современный материал. Я вот помню, в 70-е годы был студентом-дипломником, и мне нужно было закрепить, зафиксировать спримерную камеру, такой современный прибор для регистрации элементарных частиц. И вот мне нужно было закрепить, зафиксировать какое-то положение между обкладками высоковольтного конденсатора, чтобы каждый раз из эксперимента положение сохранялось. Ну, я в простоте душевной взял, сделал шаблон из фанеры деревянный, шаблон поставил его, и все. А мои старшие ученые-собратья, они были возмущены, как так, дерево, такой вот высокой наукоемкой области используются. Сергей, вот мы стоим рядом с таким вот очаровательным, бревенчатой стеной очаровательной. Это же какая-то стародавняя технология, неужели в ней сейчас что-то новое, действительно, которое упрощает это прежнее пробленное строительство, да? Да, на самом деле сейчас все течет, все изменяется, очень динамично развивается строительство, в том числе и строительство деревянных домов. Старые технологии усовершенствуются, появляются новые технологии, появляются новые проблемы, которые мы старались решить. Одна из проблем – это выдувание тепла из деревянного дома. Используются различные ленточные уплотнители натурального типа, например, джутовые ленточные какие-то утеплители, которые уплотняются под воздействием хождения дерева, тем самым тепло уходит из дома. Профессиональную вторичную конопадку выполняют не все, тем самым образуется проблема, так как птички выщипывают это вот все, паклю, мох, гнезда себе строят. И чтобы решить эту проблему, вот создали шовный герметик для дерева, специально разработанный для воздействия именно с деревом, который ходит за живым материалом дерева, имеет эластичность более 400%, и тем самым не дают тепло уйти из дома. Здорово. А вот у вас в руках какой-то такой вот, как это называется, шуруп. И сейчас теперь такими шурупами скреплять можно бревна между собой? Да, мы предлагаем комплексное решение, в том числе вот такой вот пружинный узел, который вставляется непосредственно между бревнами, который прижимную функцию выполняет, тем самым не дает дереву гулять. Это значит, в одном бревне сверлиться такое углубление, да? Да. В него вставляется вот этот шуруп с пружиной, а пружин, значит, он все время держит в тонусе. Фиксирует. Да, прижимает. Не дает гулять. Фантастика. Спасибо вам. Да, это новая технология. Спасибо. Часто природные материалы дают нам такую подсказку. Они кричат, скопируй меня, скопируй. Очень интересная технология, человек заимствовал у лотоса. Всем известно, что лотос – это водное растение, и расцветающий бутон вылезает из очень топкой, почти непролазной грязи, при этом сохраняя белоснежную белизну. Мало того, листья лотоса никогда не бывают мокрыми, они всегда сухие. Ученые внимательно рассмотрели строение лепестков и листьев лотоса и обнаружили, что они покрыты мельчайшими зубчиками, тончайшими, с тончайшими остриями. Причем эти острия образованы воском. Благодаря такому строению капли воды не только не смачивают лист, но еще и не могут удержаться на его поверхности по дороге, скатываясь, забирая всю грязь. И таким образом листья сохраняют белоснежную, листья и лепестки сохраняют тупость и белизну, остаются чистыми. Человек заимствовал эту технологию, создав особую краску, которую так и назвали лотосан. Изобретатели гарантируют то, что фасад дома покрашенного такой краской не испачкается в течение пяти лет, в то время как обычная краска нуждается в ежегодном обновлении. Вот вы знаете, есть еще такая проблема радиационной безопасности. Она не очень большая проблема, но тем не менее она существует. Вообще-то говоря, когда мы живем в помещении, особенно в малоэтажном помещении, деревянном, там есть проблема радона. Радон, видите ли, из земли постепенно поступает. Там где-то в толще геологических структур, там торий, радий, уран. И они потихонечку перетерпевают свои превращения, распады и выделяют радон различного изотопа. Это альфа-активный изотоп. Если его вдыхать много, то он может провоцировать раклюз. И вот в малоэтажных домах он как раз сразу-то из-под пола через щели в полу и поступает в помещение. Ну вот рекомендуют знающие люди, ну по крайней мере те, которые хотят продавать вот эту вот ленту герметизирующую, герметизировать от радона щели в полу вот такими вот герметизирующими лентами, специально от него. Ну я не знаю, насколько это серьезно, но вот, например, серьезно это в кабинетах, где используются в стоматологических кабинетах. Сейчас там стоматологи на дому работают, если у них есть рентгеновский аппарат, например, то надо защиту иметь от него, чем свинцом, ну с ума сойти, боритовая штукатурка, долго надо ее много слоев накидывать. А вот придуман такой вот липкий такой очень материал, содержащий борит, а барий у него очень большой номер атомный. Много электронов хорошо поглощает низкоэнергетичные кванты рентгеновского излучения. Ну а еще у нас, вообще я считаю, что это фобия. Люди боятся электромагнитного излучения, любого, всякого, в том числе от зарядного устройства, мобильного телефона. Пожалуйста, можно тоже что-нибудь, где есть излучающие, ну в основном на производстве, конечно, заизолировать вот таким вот липким материалом, покрытым фольгой, и никакие радиоволн не пройдут. Можем в фольгу завернуть, не обязательно в эту, от шоколада, в фольгу завернуть мобильный телефон, и он перестанет чувствовать радиоволны, и его перестанет видеть сотовая связь. Вот так. Перед тем, как попрощаться с вами, расскажу вам одну историю. Значит, дело было в одной замечательной северной стране, могу ее называть, чтобы, мол, это было. Они очень переживали за радиационную экологию. Нужна энергия, страна северная, тепло нужно. А атомный электростанк строить не хочется. Ну и решили выйти из положения тем, чтобы беречь тепло, утепляться. Рационально заделали щели все в окнах, естественно. Рациональную систему вентиляции создали в своих домах. Все хорошо. Но, оказывается, радон выделяется и из земли, и из стен наших замечательных строительных материалов. Все это радон везде выделяется. А радон провоцирует рак, и рак легких. И вот статистически значимо оказалось вот это вот увеличение, называется так, популяционной дозы облучения. Оно привело вот к некоторому статистически значимому, заметному увеличению ракового заболевания. Пришлось им опять делать щели в окнах специально регулируемые, форточки. Форточки, кстати, изобретение великого Ньютона. Вот так. Ну вот, если вам сейчас душно, приоткройте форточку. Если уже холодно стало, прикройте форточку. А я с вами буду прощаться. Мне, конечно, скучно. Пока. Пойду скучать. Всех благ.